...завести до горизонтального положения. Они начинают кинуться в сторону. Они вообще очень сильные и тяжелые. Вот такая... Вот у вас такая энергия, такая потенция у каждого скрытая. Даже не представляете себе. Потянули руки в стороны. Сейчас все мягко, без фанатизма. Отдыхайте, если тяжело. Теперь смотрите, делаем такое упражнение. Голову поворачиваем в одну сторону, а рука противоположная разворачивается вверх. Просто дышим. В праваями дышим почти все время носом. Проверяемся в другую сторону. Все старается все время чуть-чуть тянуться. В другую сторону потянулись. Теперь нам нужно разогреть ладони. Там огромное количество важных точек. Ладони смотрят в землю. Представьте себе, что вы держите баскетбольные мячи. И сейчас нужно будет сделать звук С. звук С дуба, я покажу. Как будто бы вы в руки направляете энергию. Сильно. Кому приятно закрыть глаза, значит, делаем три раза. Делаем так. Выдохнули. Еще раз. И третий раз. Энергию отправляем в ладони. Спасибо, молодцы. Могами сдвигаем землю. Руки пошли вверх. И мы сейчас с вами будем скручиваться в землю. Немножко без фалатизма. Просто чуть-чуть. Как будто мы скручиваемся из земли в небо на оборот. В одну сторону. Тянитесь. Аккуратненько. Все медленно. Но интенсивная растяжка идет. В другую сторону. Встали прямо. Сейчас я чуть-чуть сокращенную весу. Там долго это делается. Легли на гигантский мяч. Потянули косые мышцы. Алена, ножки согнуты? Ножки, мяч. И могут быть согнуты, но ногами сдвигаем землю. Главное – таз. У меня они такие. Все напрямые нам не надо ноги. Они здесь нам мешают. Очень хорошо. Представьте себе. Водопад счастья на вас обрушит. Это была вторая часть движения. Мы с вами подготовились к третьей части. Очень большое значение в энергетике и в тонком теле имеет работа с мыслью образованием. То, как мы себе представляем. Например, мы себе представляем свое красивое тело или красивое лицо и на нем делаем концентрацию. И это помогает сильно. У нас готовые ладушки были. Мы их немножко так растираем. Сегодня жартовато. Но холодное время года вообще прекрасно сеть. Так не помогает за ветром. Стрихнули, чтобы кровь прелила к кистьям. Еще раз растираем. И ставим на уровень солнечного сплетения. Представляем пружинку. У кого получается можно закрыть глаза. Чувствуете, что есть какая-то связь между ладонями. Если хоть маленечко тянет. Прямо как будто бы они магнитики. Скажите мяу. Мяу. Хорошо. Вы готовы. Теперь лучше это делать с закрытыми глазами. Вот этими своими заряженными руками создавайте перед собой шар. Размер вы определяете сами. У меня бы сначала вообще тут микрору сейчас осталось короннее. И этот шар наполняйте. Я буду повторять, я буду своими руками добавлять. Туда вкладываем любовь, красоту, счастье, процветание, богатство, здоровье, радость, уложение, благодать. Я не знаю, что. Милость, господа, чтобы были чудеса в нашей жизни приятные. Все это туда складываем аккуратненько. И закрыв глаза мягко, мягко, аккуратно вот так руками. Прямо себе на уровень сердца вот так в себя все это с благодарностью впускаем. Очень хорошо. Вот у кого творческое воображение? Все, впустили, можно себя погладить. Да. У кого творческое воображение? Скажите мяу. Мяу. Молодцы. Вот твое так. У меня нет. Мне трудно это все представить, но я хочу сказать честно. Очень сильно помогает. Очень мощный делает эффект. Мы с вами сделали упражнение, которое называется скала. Еще раз пробежимся. Первое. Мы с него встаем, оно в статике, уже начинаем работать. Второе. Мы начинаем поднимать руки, дотягиваем все, работает потом с небом. Право-влево. Наклонились. Оказались под водопадом счастья. Вот. И третье часто работали с 8-м образом, который впустили в себя. Очень простое упражнение. Сильнейшее оздоровительное херстико. У него. Нам его и поднимали под одно из там пяти главных. Вот. Называется класс. Выспоминайте. Есть еще одно упражнение, которое всем очень нравится. Вот такое у меня. Называется майки. В детстве многие так делали. Встаем так же, как мы стояли с колен. Вот. Но только верхняя часть у нас уже не такая напряженная. Но ногами, ноги у нас очень такие прочные. И начинаем вот так вот ходить. Майки. Как хотите. Прямо, в сторону. Только каловаться будете. Ну да. Вот. Вот. Примерно как раз. И у вас это будет получиться такой дым. Вот. Так вот. Если вы будете минуту ходить в майкике, вы при этом должны тянуть свои ручки и ножки. Вот я вижу, кому-то жарко стало. Вы очень-очень хорошо поработаете с тонкими сосудами, которые полностью прописывают нашу кожу, до которой вы обычно не добираемся в своих зомиодетях. Вот так. Знаете, я моим кипецом. Думаю, что вы должны подходить. Классно. Вот. Но оно очень веселое. И оно очень сильно помогает. Ему лучше делать ванну после скалы. Сделала разогретае. И мышцы уже хорошо протянуты. И вот такой лайк, и еще и мышцы, и он дает замечательно. Давайте пока присядем. У меня вопрос. Есть два базовых комплекса. Один – оздораживающее, омолаживающее. Второй – на подзвоночник. Мы сегодня на какой больше упор сделаем? На подзвоночник. Омолаживающее, да? Для красоты. Да. Для красоты. Хотя, позвольте, что болит у всех. Все молчат. Давайте тогда сделаем. Я предлагаю компромисс. Я вам покажу одно упражнение. На подзвоночник. Самое веселое. Хорошо? Угу. Хорошо. Я его всегда вставляю в омолаживающее, потому что у меня тоже болит позвоночник. Я каждое утро делаю гимнастику. Из-за этого порядка жилого нет. Итак. Прождение очень простое. Соснимся. Вы спады. Походите. И надо. Соснимся просто. И теперь начинаем. А, кстати, еще. Я его совмещаю. У нас очень серьезные отложения суставов происходят. И в наше время, как ни странно, это происходит в кистях. Мы стали с мелкой натурикой как-то интересно обращаться. Многие работают за компьютером. Или напряженная работа с мышкой идет. Или как-то еще, да? Мы меньше стали писать звучкой. И от этого много очень страдает у нас в теле суставов. А на ладони есть важные ключевые центры. Поэтому это упражнение делается одновременно вот с такими смешными куриными лапками. Мы вот так вот себе делаем. И вот можно так, возможно как-то вот так. И это делаем немножечко с такой вытяжением. Даже в любое время для себя. Вот если вы оказались, там в очереди стоите и там раз-раз-так. Потренировались тихонечко. Скажите, что она там делает? Что она делает? Что там на рожьем, наверное? Вот. И мы можем совмещать. А упражнение очень простое называется ходить на ягодицах. Ну, минуту ходим. Пошли. Прям вперед-назад. Ноги будут. Прекаты пополучить. Свободно вообще. Главное не сгибать сильно спину. Наши задачи сохранять спину. Система такая. Упражнение делается в полную силу 3 минуты. Первую минуту мы ходим просто так. Ну, там, туда, туда, сюда. Да, вы сложаете. В каком месте? В первой минуте. Вот. Именно ей сейчас весь этот подарок и предназначен. Вот я сейчас 2 месяца ходила. У меня не больно. Да. Болела сильно вначале. Вот, знаете, вот. Система у нас еще не было. А вторую минуту мы начинаем ходить. Вы знаете, как-то так повесилее. Как-то повесилее. А в колене надо сгибать. Можно сгибать. Можно сгибать. Ну, только не вот так, чтобы мы уходим. Нет, просто не вот так, где удобно. Я могу просто. Нет, нет. Это прямо может быть. Тогда шаг у нас будет больше. И бочки будут активнее работать. У нас здесь сразу вот эта вот гоно, да, лесничная, она сразу точно активизирует. Ну, а третью минуту выходим быстро, весело, большим подъемом и добавляем еще плечи. Делается это так. Подяжали, подяжали, подяжали. Бежи. Бежи, бежи. Бежи, бежи. Бежи, 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 бежи. Бежи, бежи. Бежи, бежи, бежи. Бежи, бежи, бежи. Бежи, бежи. Позвоночники у всех мощные. Отлично. Ну, вы встали, да? Наши пупы грязные. Это одно из очень сильных упражнений для позвоночника. Чтобы нам все-таки сделать компенсацию, я вам просто расскажу про второе. Он делается второе 5 минут. Я вам его расскажу, потому что оно нам компенсирует. Ложимся, но не торгуются. Вам полегче сейчас станет. Все ложитесь. И спина, поясница, обязательно должна быть прижата к полу. А подбородок тянется на грудь. Макушка тянется вверх. Таким образом, что макушка и пупчик тянутся в разные стороны, прямо на коврике. То есть многие нас не интересуются. А все, что касается спины вместе с головой, прямая линия с двумя стрелками на конце. Как будто мы ее тянем в разные стороны. Понятно? Все, кому непонятно, поможите мне рукой. То есть не вверх, а куда мы тянем. Тянем все противоположные стороны. То есть голова тянется к стене к той. Голова туда. Да, вот у вас туда. А копчик сюда. То есть так, чтобы мы могли лежа, растягивать. Свой позвоночник. При этом, обратите внимание, подбородок идет на грудь. Он как бы такой немножко наглонился. Иначе значит, что голова у вас неправильно лежит. Подбородок немножко подсобрали, не стесняемся. Вот, вот, вот. Вот эта компенсация, очень сильное упражнение, помогает восстанавливать позвоночник после травм. Оно не требует специальных никаких усилий. Рекомендуйте тем, у кого болит спина. Сегодня мы не будем лежать 5 минут. Но вы все поняли? То есть ходим 3 минут. Давай еще следующий. На подвомыш? Да. С воды можно? Да. Можно туда вставить? Да. Тогда идем дальше. Если тихо. Ну, если вставать. Следующее. Третье упражнение на позвоночник. Ну, я так поцелула. Да. Это всегда работа укрепления мышц спины. Все это знают, что я делаю. Я развернусь к вам лицом. Ложимся на швёр. Это наверняка, знаете, обычно это дарить. Ложиться на швёр. Витах, сували. Держи, пожалуйста. Здесь очень важно. Не перегнуть спину. Многие начинают хрустить. Не принимать. Нам надо таз, не тереть. Ровно. Твой коврик. То есть вот. Руки на уровне груди. И здесь все очень просто. Секрет только в том, что голова идет на вытяжение. Вы ее не задираете никуда. Вы ее не опускаете. Она обязательно вытягивается. Мы не делаем простые подъемы. 20 градусов. Раз. Раз. И следите за поясницей. Только заболела. Руки вот так. Вот так. Если заболела поясница, неправильно лежите. То есть вот это подкрутили опять таз, как в столе. Скорее. Сюда в землю. Раз. И не высоко. Невысоко. Невысоко начинает копчаться, как спидали. Не надо. Вот такие делаем движения. Прилемы. Раз. А, руками. Мы чуть-чуть помогаем, но при этом поднимаем сам кофе. У кого грудь позволяет, тот с ним поднимается. А у кого есть красота, астреологи, те не пытаются ее преодолеть. Это делается 20 раз, потом отдыхаем. Потом таких подходов делается три. И между ними желательно статику поддержать. То есть нужно просто так вот, что ты. 20 сухом это не нужно. Ну, потому что это было третий, а тут третий. Но потом обманутся, что это было не секретно. Мне не секретно. А я хочу рассказать о том, что секретное. Секретное упражнение такое. Самое интересное, я рассказывала своим знакомым, девушкам, также они пришли в гости, и мы зналились про ноябрь. И выяснилось, что одно из них, бабушка, когда она была маленькая, то ли бабушка, то ли вообще прабабушка в Терену, это упражнение делала на ее глазах. То есть народ знает эти какие-то такие хитрости. Представляете, мне казалось про ноябрь, это что-то не русское. Оказывается, там все уже давно нет. Я скажу и покажу вам, наверное, ложитесь, посмотрите. Затем не состоится в двух частей. Вот. Мы ложимся на краю, потому что вы можете ему что-то еще не дает. Ложимся, ноги сомнуты. Руки берем в центре за голову, поднимаем, вот так. И вот в таком положении. Ну, ноги, в принципе, сначала будут умны, потом мы их управляем. Мы должны при помощи лопаток, не помогая ногами, а не лосит. Вы их берете, ну, как будто у нас вот здесь лежит иконная, раскаленная плита. Представляете? Мы должны из-за нее выносить. Вот. Соползли вот так. Это вот соползли на краях. Ну, врика вторая часть вот такая, смотрите. Также мы лопатки на весу, но при этом ноги уже нам помогают. Поднимаем таз и идем обратно уже при помощи ног. Да, ходим все время лопаткой. Ну, давайте, вы попробуйте это сделать, я понаблюдаю вас. Итак, идем на краешек ковра и поползли на лопатках. Ноги просто висят или-или убираются. Ну, так. Они могут быть согнуты, просто не поталкивайте лопаточки повыше, чуть-чуть, но и хорошо. Вот именно нижней частью лопаты, как будто бы они у вас как ножки. Идем, идем, идем. Вот, ноги. Да, можно вообще идти до самой грехи? Я шучу. Да, потом. Да, потом. Ноги подобрали, подняли таз. И на лопатках опять идем. Приподним тазом. Чудо так у вас. Куда? Куда? Правильно. Правильно. Очень хорошо. Получается массаж. Получается, что большейшая практика. Делается 3 минуты. Туда, брата, туда, брата. Чудо, спина становится вообще. А вот я правильно иду на диву или нет? У меня получается, я отменирую. А брата, таз должен, смотри, поднялся. Да, вот, смотри. Таз подняла и пошла на лопатках. Хоть на двери. Хоть на промоку. Я просто пошла на лопатках. Да, я пошла. Я пошла вообще. Надо было правильно. Я неправильно делала. Еще раз проверяем. Давайте я покажу. Я только рассказала. Я сейчас все покажу. Смотрите, первое сейчас. Ноги нам не помогают. Я просто подняла и пошла. Выползает, выползает, выползает. Ноги тянуться. Ну так. Я не просто чуть-чуть затирается. Они не помогают мне никак. Выползла. Видите, далеко украла. Встала. Подняла. И пошла вперед. Раз, два, три, четыре. Ну, быть, не торопитесь. Сажар спины. Настоящий. Вот это тяжело. Кто почувствовал в позвоночнике эффекта? Понятно, помогая. Уйти. Помогала, в смысле, работает? Моги. А в какой мере? Когда туда и не влево? Да, врату. На гора, на шерпаю, и они управляются. Вообще, главное, чтобы ушла. Они идем автоматически. Попробуйте отключить. Ну, это не надо. Это не обязательно. Не обязательно. То есть, если пошло, ну, классно, может, у вас нет. Все, как у нас спина от замок. Не все лучше все работают. Нет. На позвоночник пока все. Да, все. Давайте шесть. Пойдемся. Первое. Первое. Кто помнит про позвоночник? Первое, что у нас было? Тянулись лежать. А, вот так. Деть, ботылок. Нет, мы это делали как компенсацию. Правильно? Мы что делали? Ходили на ягодице. Это было нас. Мы ходили на ягодице. Плавненько ходили, потом повеселее, потом пусто. Да. Мы немножко горячим интенсивность. И когда мы в конце ходим, мы забываем помогать себе ходу. То есть, первое, что у нас. И шаги большие руки. Дорога вот такой, ответил. Да, такие классные. Да, вытянули. Да, вытянули. Да, вытянули. Чистое вытяжение. Вытянули, вытянули, вытянули. Прямо оно хорошо прошло. Прямо чувствуем, как тянется. Третье у нас, что было? Стена. Стена. То есть, подбеды. Нет, нет. Это очень важно у нас. И вот сейчас, важно, чтобы ее под поясницами ходили. Как люди ошибаются. Вообще, чтобы у нас не болел позвоночник, она не должна срекаться на что-то случилось. Она вот зафиксирована и все. Крепкая такая. Да, вот сейчас очень хорошо. Прямо даже видно. Сейчас очень хорошо у него, прекрасно. Все, я поняла. Да. Да, руками просто помогаем. Микродвижение. Здесь нет таких махов. Это на низком уровне. А потом, потом, есть под плиты. Четыре. Все, говорите про красоту. Про красоту. Я просто плитина. Как скажем про? Нет, вы можете остаться. Ну, ты говоришь, что часть и костик на вопрос. Если будет. Потому что там есть еще фокус. Я хотела дышать. Тут есть какие-то моменты, которые показывают в теле. Давайте я покажу кому-нибудь фокус. Мне нужен человек, у которого стоит перед ним сейчас вопрос какого-то выбора. И он не может определиться. Да. Да. Вот. Мы сейчас с вами через тело поконтактируем с подсознанием. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Это очень интересно. Сначала я задам вопрос. Вы на него, мне, не отвечаете. Хорошо? Мы просто проверим, как тело с ребенком. Хорошо? Продавление делается так. Вы встанете, пожалуйста. Ну, свободно стоите. Правая рука выкинута. Право. Руку левую положите на сердце. Очень хорошо. Вот. Я буду задавать вопрос. Вы молчите только. И я хочу проверить реакцию стиля. Вам я расскажу, что это. Итак. Вас зовут Светлана. Вы руку тяните туда. Он мне и все не спитает. Вас зовут Светлана.